В середине мая, проходя мимо нашего храма живоначальной Троицы Востанкина, я увидела объявление, что через день в храм привезут мощь и чудотворную икону святителя Луки Крымского. Лука Крымский – наш современник Валентин Феликсович Война-Ясенецкий, известный советский хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, узник сталинских лагерей и лауреат сталинской племии. Архиепископ Симферопольский Крымский спасал больных при жизни, продолжает исцелять их и после смерти. К нему обращаются те, кому предстоит перенести тяжелую операцию. Это был невероятно мужественный и добрый человек с удивительной судьбой, и я очень рекомендую посмотреть о нем в фильме на ютубе. В тот день я, как обычно, пошла на прогулку с собакой по нашему привычному маршруту. Как вдруг мой послушный лаборадор, упираясь в землю всеми четырьмя лапами, вытащил меня в сторону от маршрута, на ту лужайку, где год назад я разбросала желти. Он уткнулся мордой в траву и, не обращая на меня внимания, пошел по какому-то следу. Я пошла за ним посмотреть, что же его так привлекло. Как вдруг в высокой траве я обнаружила всходы молодых дубков высотой 10-15 см. Один, второй, двадцатый, пятидесятый, сотый. О чудо! 183 дубка неожиданно дружно взошли, ну просто как огурцы на грядке. Только длина этой грядки 120 метров и ширина 10. Саженцы надо было срочно спасать от покоса. Я срезала вокруг них траву, огородила их ветками, обвязала лентой. Неподалеку нашлась горка чернозема, брошенного излинителями. Я, конечно же, перетаскала ее под мои дубки. Но я понимала, что все эти усилия, скорее всего, будут напрасными. Уберечь саженцы от бензокосы могло только чудо. И тут я догадалась. Ведь чудо-то рядом, здесь, в храме. Судите сами. Желуди пролежали в земле год, а взошли точнехонько к привозу святых реликвий. Значит, в честь святителя Луки Крымского и надо назвать дубовую аллею. Так, может быть, это объявление спасет их от покоса? Пожалуйста, не косите на участке, огороженном лентой. Здесь, ко дню привоза в храм мощей святителя Луки Крымского, чудесным образом выросли молодые дубки. Так пусть они растут в честь замечательного врача и святого человека, святителя Луки Крымского. Потом я уехала на пару недель, а когда вернулась, шла к этой лужайке с замиранием сердца. Скосили дубки или не скосили? Слава Богу, не скосили. А аккуратно обкосили вокруг них траву. Знакомые собачники показали мне тех, кто косил траву. Они работали здесь неподалеку. Я бросилась их благодарить. Гастарбайтеры из Узбекистана сильно удивились. Мы же не сумасшедшие. Мы видим, что здесь деревья выросли. Вот так и появилась у меня забота о 180 саженцах дубков. Огородить, прополоть, удобрить, полить. Так что придется мне пожить еще 50 лет, чтобы подрастить деревья до той стадии, когда их точно уже не скосят. Я рассказала эту историю, чтобы показать, как просто посадить дуб. Всего-навсего надо положить желудь в землю и пусть себе растет. Никаких финансовых затрат, только личные усилия. Замечу, высадка одного дерева обходится московской казне от 20 до 200 тысяч рублей за одно дерево. В зависимости от возраста и места импортирования. И в то же время власти налагают огромные штрафы на любителей природы. Известен случай, когда москвича оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что он посадил возле своего подъезда два куста роз. Ну не абсурд ли это? Деревья в загазованном мегаполисе много не бывает. Растут в изобилии тополя, а вот дубов крайне мало. Так давайте сажать их на пустырях и везде, где только можно. Когда дубы вырастут, они своей мощной энергетикой будут способствовать укреплению духовной силы наших потомков. Говорят, что родина там, где ты родился, где посадил дерево и вырастил детей. Моя малая родина здесь, Бастанкино. А где ваша родина? Если вам понравился ролик, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий.